Для того, чтобы понять другого человека, нужно понять не его, потому что его самого нет. То, что он сам, это множество всего на свете. Нужно понять ситуацию, в которой он находится, обстоятельства, в которых он находится, жизнь, в которой он прожил. Я когда на психотерапевтическом приёме начинаю разговаривать с человеком, я незаметно для него самого выясняю всю конструкцию его жизни. Потому что без этого я не могу понять вообще, про что он говорит. А когда выясняется, что он пережил, что с ним случилось, что сейчас с ним происходит и так далее, все его слова обретают совершенно другой смысл. Но разве мы так делаем? Нет. Мы разговариваем с человеком, как будто бы думаем, что он робот, у которого просто всегда одна и та же программа, он просто её выдаёт, когда ему задают соответствующий вопрос. Это не так. У неё жизнь, у неё обстоятельства, у неё потребности, у неё свои иллюзии страдания, свои иллюзии опасности, свои иллюзии счастья и так далее. Он со всем этим багажом приходит к вам. То есть для того, чтобы понять, нужно понять не его, а всё вокруг него. Потому что из этого он рождается.